Здесь собралось руководство силовых структур от эффективности работы, которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей. Я рад именно в этом составе представить новых министров внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить за работу ряд руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа на других участках. Что касается генерала Кубрако, прошел путь от милиционера-водителя одного из минских райотделов до начальника ГУВД Минского госполкома. Он непосредственно работал с людьми в должности обычного участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД и УВД Витебского обл. сполкома. Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий. Я уже говорил, что прежде чем назначить нового министра, обсуждалось около десятка кандидатур. Тем более, что за последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты. Свой опыт, хорошее знание ситуации в Минске Иван Владимирович сможет передать и новому начальнику главного управления внутренних дел по Минску Михаилу Вячеславовичу Грибу. Он занимал должность начальника милиции общественной безопасности в этой же структуре. Он хорошо ее знает, неплохо себя зарекомендовал, тем не менее, поддержка ему не помешает. Вы знаете, что мной было принято решение из теплого, уютного Минска направить его в Витебскую область. Я не слышал ни одного замечания от тех, кто с ним сталкивался, что он что-то делал не так, что он вел себя непрофессионально. Юрий Хаджимуратович Караев преданный искренней служению государству и народу человека. Он внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органу внутренних дел. В полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране. Юрий Хаджимуратович в дополнение к стазам отличает выраженное умение всесторонне анализировать обстановку. Генерал Барсуков, преданный государственным интересам, ответственно подходит к решению поставленных задач, прислушивается к мнению специалистов. Он никогда не самоустранялся от решения возникших проблем, не боялся брать ответственность на себя. При этом даже чрезмерно, я вам говорю об этом откровенно. Он обладает высокой степенью организованности и работоспособности. Генерал Барсуков всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в Беларуси. В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество каждого гражданина от любых посягательств. Нынешний министр хорошо знаком с Александром Барсуковым, который назначен помощником президента по Минску. У Александра Петровича задача работать в контакте, не мешая никому. Он опытный и преданный делу человеку. Сложился крепкий тандем людей, которые хорошо понимают друг друга. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович, как и Александр Петрович, направляются на важные участки работы в стране. В том числе, как я сказал Валерий Павлович, мне очень важно, чтобы они, помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ